Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%! Террамобил на Янаульской 1А Многие из участниц соревнований приезжают в наш город не в первый раз, также и участие в подобных соревнованиях для них не в новинку. Поэтому девушки заочно знают, какие команды являются фаворитами и с кем нужно быть на чеку. В Нефтекамской Олимпании очень хорошая команда у них, получаются хорошие нападающие, подачи, техника очень хорошая. Тут школа развита, техника лучше развита, там получается тренировки по-другому проходят, и тренера другие, там у кого-то получше получат. Мы приехали в Нефтекамск, конечно, чтобы выиграть, думаем, что получится, но как бы уже одной команде мы проиграли, мы очень устали с дороги, поэтому у нас было не так много времени, чтобы отдохнуть, из этого мы не успели как бы подготовиться. Каждую тренировку очень усердно тренировались, особенно на приеме. Нам нужен очень хороший прием, нападение, чтобы у нас все было хорошо, разрабатывали комбинации. В общем, мы очень старались, да. Выполнить подачу, отбить мяч, при этом не допустить заступа за линию, принципы игры несложные. Однако выполнение основных приемов требует немалых усилий от хрупких спортсменок. Побороться за звание сильнейшей команды республики к нам приехали волейболистки из Уфы, Межгория, Туймазов и не только. В участии принимают около 8 команд из Башкортостана. Это Уфа две команды, Нефтекамск, Межгория, Дуванский район, Иглинский район, Туймазы и другие команды. Подведение итогов состоится лишь 18 февраля. Тогда и будет ясно, кто одержал победу в соревнованиях. Именно эта команда и отправится в апреле на первенство России, где будет защищать честь нашей республики. Зульфия Амирова, Заддавлетшин, Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин